Тумсо, по-моему, ты живешь в воздушных замках. Ты давно был на Кавказе, ты видел в каком печальном состоянии все. О какой победе над русскими ты говоришь? О той победе, которая была одержана в 96-м году. Для начала давайте посмотрим сначала эти кадры. По сути, душераздирающие такие кадры, как матери провожают своих детей на войну. Возможно, последний путь. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, вы видите, да, матери плачут, бросаются вслед за своими детьми. Здесь есть очень важная фраза, которую произносит одна из матерей. Она говорит, пацана 18-летнего сказали на час, пригласили и забирают его на войну. То есть, многие из тех, кто отправляется в этих грузовиках в Украину, эти люди даже не знали, что их будут отправлять на войну. То есть, их обманным путем пригласили, сказали поговорить, отметиться для чего-то. Под разными предлогами людей собрали, это теперь уже очевидно. Сразу же снарядили, посадили в грузовики и отправляют воевать. Кстати говоря, вот я, Кадыров, я тебе в пример привел этого принца британского. Есть также другой пример, это Сталин. Дети Сталина тоже были на фронте. Даже один из них попал в плен, был в плену, Сталин его там не поменял, сказал, что он не меняет видовых на офицеров. То есть, примеров у тебя на самом деле полно среди тех людей, которых ты официально якобы ненавидишь, но по факту ты являешься их братом. Вот эти люди, в отличие от тебя, как бы ненавистны там они не были, но они, по крайней мере, были гораздо более мужественными и последовательными в своей идеологии, чем ты. Ты такой классический пример лицемерного труса, который на словах ты лев толстой, а на деле ты простой. Хрен простой. Вот как у тебя получается. Ты стоя в мечети, находясь у себя в резиденции, лежа на своем диване, ты можешь брать города, страны, ты очень смелый. То есть, на словах ты очень такой, как у нас у чеченцев говорят, бога хоаш леш. Вот бога хоаш о дуа. И во рту у себя яйца ты сильно несешь. Но когда надо реально на деле показать себя, отправить своих детей, чтобы они погибали за эту идеологию, за которую ты предлагаешь погибать обычным людям, тут ты сдуваешься, тут тебя не хватает. Тут заканчивается все твое мужество, весь твой пафос, все. Возьми пример с тех, кого ты, со своих предшественников. С тех, кого ты официально якобы ненавидишь. Возьми с них пример. Не удивлюсь, когда они заставят эту женщину в камере говорить, что он якобы ехал туда добровольно. Валейкум, ассаляму, амбатулла. Я допускаю, что это будет. Но тут знаете, что бы сейчас они постфактум там не стали делать, какие бы постановки они делали. Вот это само видео, оно очень показательное. Оно не требует никаких комментариев. Томсо, видел, как встречали Путина в Саудии? Что ж так братья-мусульмане встречают Путина, который лично отдавал приказы убивать мусульман Кавказа, что это, если не лицемерие? Это очень прискорбно. Соглашусь с тобой, это очень прискорбно. То, как себя ведут эти страны, в основе своей мусульманские страны, это, конечно, очень нас сильно огорчает. Но, увы, такова реальность. Мы как-то к этому привыкли, это приняли и живем с этим. Если бы эти страны, эти монархи и их правители, они были бы такими, какими им подобает быть, то, в принципе, я сейчас не в европейской стране получил бы убежище. А я бы получил там, где-то, в исламской стране, это убежище, понимаете? Проблема-то как раз в том, что они не такие, какими они должны быть. Прокомментирую эфир Сыслинского Умара, ярый мусульманский проповедник. Да, этот, не забыл, как его зовут, Рамадзан, Рамаданов, что ли? Как-то, короче. Ну, в общем, это такой мемный комментатор. Он прославился своими смешными мемами, точнее, смешным комментированием боев, боев без правил, спортивных состязаний. Благодаря своему акценту. В общем, он почему-то в своем эфире с Абу-Омаром Сыслинским назвал меня, во-первых, мусульманским проповедником, которым, каковым я не являюсь, я никогда не проповедовал. В общем, он назвал меня мусульманским проповедником и назвал меня ярым, страшным человеком. Ну, наверное, в принципе, от такого человека слышать подобное, это скорее комплимент. Было бы, наверное, странно, если бы он меня по-другому воспринимал. Но, в целом, это было смешно. Скажи, да, секрет вашей молодости. Говорит, ну, реально, ни одной морщинки и седины, несмотря на все проблемы, которые вам делают. Ну, тут ты не прав, может быть, эта камера не передает, но седины полно. По поводу морщин, ну, не знаю, может быть, еще рановато. Но седина уже есть разъяснений. После этого, что бы ни говорила эта женщина, что бы ни заставили, там, сказать ее сына, это уже ничего не изменит. Все все прекрасно понимают. Так, Ахмад Капут. Как афганский дустум смог скрыться от рук талибана, думаю, поэтому Кадыров так восхищается над ним. Что в будущем он тоже смог так скрыться от правосудия. Я думаю, там у них еще, у этого дустума, того самого афганского, у него есть вообще такие грязные истории, связанные с такими однополыми, нехорошими, грязными темами. Я думаю, это тоже одно из связующих звеньев в истории Кадырова и Дустума. Так, по традиции, давайте попробуем еще раз напомнить суденым детям про Розу Канцлер, что эта история до сих пор, в ней не поставлена точка. Мы до сих пор, кстати, с нами она так и не связалась, мы не нашли эту Розу Канцлер. Поэтому мы все еще ждем от суденых детей какого-то продолжения этой истории. Что там с Розой Канцлер получила она убежище в Германии? Может, ее депортировали? Может быть, вам ответил этот БАМФ Министерства по делам миграции и так далее? Давайте, объясняйте. Тумсо, по-моему, ты живешь в воздушных замках. Ты давно был на Кавказе, ты видел, в каком печальном состоянии все. О какой победе над русскими ты говоришь? О той победе, которая была одержана в 96-м году. О той самой победе. Ведь именно тогда мы доказали, что эта победа возможна, что она... Что главное, это иметь чистые, искренние, правильные намерения. И чтобы твои действия соответствовали тому, что не способна от Всевышнего Аллаха. Вот эти два критерия для мусульманина, чем он должен руководствоваться. Первое, это чистота его намерения. Второе, это правильность действий, то есть соответствие его действий исламу. Если эти два фактора объединяются, то не может быть такого сценария, в котором Всевышний Аллах не дарует победу. Понимаете? Мусульманин убежден должен быть в этом. Если мусульманину, мусульманам Аллах не даровал победу, значит что-то из этих двух действий не было соблюдено. И вот из этих двух правил. Точнее из этого правила, из этих двух факторов. И я не буду ставить под сомнение искренность намерения. Я считаю, что искренность она, конечно же, была. Иншаллах у всех. Но второе, правильность действий. Вот здесь вот, я думаю, это тот момент, в котором мы допустили ошибку. И это то, что мы должны исправить. Как там оптишка желтые штанишки? Оптишка желтые штанишки, его, что, что, какое видео его не посмотришь, он там везде какие-то странные речи толкает. Его уже можно назвать, наверное, проповедником, но вот только к какой конфессии его отнести, тут непонятно. Христиане могут просто как-то обидеться, если я его отнесу к христианским. Но он больше апеллирует такими христианскими какими-то терминами, высказываниями. Но я все равно, я не говорю, что он христианский проповедник, не хочу обижать христиан. И давайте скажем, что это просто какой-то проповедник сатаны, проповедник злами, назовем его таковым. Он постоянно говорит про какое-то войско Иисуса, про объединение что-то там мусульман и христиан в единое целое. Вообще какой-то бред полный несет. Мне кажется, у него там уже кукуха съехала. Видел пропагандистский фильм «Как видеть после войны?» Да, кстати, посмотрел я его. Я не был знаком с этой блогеркой, впервые, наверное, ее. Но только это видео ее и увидел. Ну, понятно, что у нее своя такая пропагандистская цель. Она украинка. Но, знаете, такое чувство, когда ты смотришь это, и ты испытываешь испанский стыд, когда говорят вот эти вот ораторы, приглашенные ей, с кем она там общалась. Говорят они, а стыдно мне. Особенно стыдно за вот этого чувака, который там типа служил у Хаттаба, отсидел 14 лет. Сафарова. Не знаю, если это все вынужденная мера, если он там под каким-то икрахом находится, и он должен был это все говорить, то не знаю. Но не было, конечно, такого впечатления. Впечатление было, что он реально это все говорит, и от этого было очень, конечно, стыдно. Тумсо. Русские стали активно скупать недвигу в Грозном. Что будет с их недвигой после деоккупации Чараи, и как ты к этому относишься? Недвига в Грозном это сейчас вообще одна из таких популярных инвестиций. Многие люди в Чечне сегодня вкладываются в строящиеся эти новые новостройки. Вообще сейчас такой бум строительства же в Грозном. Там очень много всего понастроили, и на фоне этих новых новостроек даже в Грозном Сити уже не выглядит особо небоскребами. Потому что настолько высокие здания. И на этапе фундамента начинают продавать эти квартиры, покупают, потом дом вырастает, и квартиры уже подороже продают. То есть это такая возможность людям зарабатывать. Поэтому я не исключаю, конечно, что и, возможно, люди русские из других регионов тоже, наверное, может быть, вкладываются. Но в основном все равно, конечно, вкладываются чеченцы. Как с этим быть? Ну, не знаю. Частная собственность это вещь, которая неприкосновенна. На мой взгляд, если там все ровно, если это реально люди купили, то никаких вопросов к этому быть не должно, конечно. Но я не знаю, то есть этих всех, это не значит, что мой ответ, что там нет каких-то проблем. Я не знаю, как там стоят дела. Но в целом основа такова. Частная собственность – вещь неприкосновенная. С квартирами в Грозном будет ровно то, что с квартирами в Крыму их просто заберут те, кому положено. Ну, не знаю. Я не знаю насчет, что там происходит в Крыму. Но я знаю точно, что никакого беспредела допускать нельзя, особенно с частной собственностью. Частная собственность должна быть неприкосновенная. Я вполне себе допускаю, что там какие-то объекты, типа каких-то храмов, церквей, которые построены без разрешения законных областей чечений. То есть то, что было во время оккупации, что такие места отправления культов и прочие вещи, например, там, скажем, нет никаких сомнений в том, что крест поставленный на этой высоте, рядом, близ полускерта, где был разбит десант Псковский, что он там стоять не будет. То есть, конечно, такие вещи – это то, что должно быть уничтожено. Но частная собственность, там, где квартиры, земельные участки и так далее, то, что реально куплено, то есть там, где сама сделка была честной, в этом нет никакого преступления, то там, конечно, не может быть никаких разговоров о том, чтобы изымать и так далее. Субтитры подогнал «Симон»